Здравствуйте! В эфире программа «Буду здоров!» С вами Мария Рудая. Сегодня мы продолжим разговор о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. На этот раз мы побываем за кулисами медицинской жизни. На реальном приеме пообщаемся с врачами и пациентами. Марине Ивановнеточиной 58 лет. Помимо того, что у нее высокое давление и головные боли, у нее еще проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Женщина призналась, М-клиник – ее последняя надежда. Более пяти лет женщину мучают сильные головные боли. Боли в суставах и позвоночнике. Она признается, без обезболивающих свою жизнь представить уже не может. Я только забываюсь во время сна. И все, ночью. Несколько часов всего. Потом опять начинается. Как просыпаюсь, сразу начинается. Опять. Та же музыка вся эта. И я вот каждый день, я трудно хожу, я с палочкой хожу. Вот. Ну и вообще ничего делать практически не могу. Потому что у меня все, с работоспособностью шла. С чего начинаются наши процедуры? В первую очередь мы сейчас с вами измерим артериальное давление. Дабы убедиться, да. Потом в дальнейшем при анамнезе вы пройдете ряд обследований у нас. То есть вы должны будете посетить обязательно терапевта. Значит, побывать у мануального терапевта. Значит, показания, противопоказания, чтобы выяснить непосредственно в вашем случае. Что вам можно делать, что нельзя? Сдать анализы непосредственно крови, чтобы тоже общий анализ посмотреть. Ну и, соответственно, непосредственно там биохимия. В каком состоянии. И только после этого, только после этого мы приступим к вашему лечению. Наш самый основной, главный принцип – это не навредить. Значит, сейчас мы измерим артериальное давление. Марина Ивановна, смотрите, ваше артериальное давление на сегодняшний момент 140 на 90. Метро втрукнового столба. Это давление повышенное. Да, вы находитесь в зоне риска, в группе риска по гипертонической болезни. Метро втрукнового столба. Они у меня все время в таком положении. Я не могу без коленников ходить. Вот это фиксирует. Иначе я просто боюсь, что что-то там хрустнет или сломается. Ну, так уж. Вот так вот. Так нажимаем больно, да? Очень больно. Больно, да? Да. Очень больно. Колени, конечно, у вас запущены, в вашем состоянии. Вот. Каким образом мы будем поступать? В первую очередь мы сейчас пройдем к терапевту. Он вам соберет дальнейший анамнез. Непосредственно с вами проработает. Сделает ЭКГ обязательно. Напишет направление на общий анализ крови, да? И на все, значит, непосредственно биохимические, какие нам нужны будут пробы. И после этого дальше он уже распишет вам, непосредственно каких узких специалистов вы еще должны будете посетить. После детального обследования и нормализации давления Марине Ивановне были назначены самые разнообразные процедуры для лечения коленных суставов и сердечно-сосудистой системы. Одним из первых она посетила остеопракта. Привел вам пациента как раз по нашему профилю, непосредственно заболевания опорно-двигательного аппарата, да? Коленные суставы, позвоночник. Марина Ивановна, беспокоят коленочки? Беспокоят. Как беспокоят? Беспокоят при ходьбе. Очень трудно. Бывают ускороза боли. Я в сторонах холдок, я борюсь. Ну, на сторонах я стараюсь. Больно? Да, болезнь здесь не нажимается. В каком месте? Вот здесь вот, снаружи, да? Техника, остеопрактика – это практически без… Ну, не очень болезненно по сравнению с уколами. Практически безболезненная процедура, вот очень эффективная, которая специальными техниками и приемами помогает суставам прийти в норму. Улучшается кровообращение, восстанавливаются обменные процессы, снимается воспаление и улучшается двигательная активность. По словам самой пациентки, после лечения в М-клинике она словно родилась заново. Палочку она отбросила в сторону. Здесь я прошла целый комплекс лечения, мануальную терапию, медовые массажи, массажи лечебные, мустанг, УЗТ на коленные суставы. Я сейчас себя ощущаю здоровой женщиной, и у меня появилась работоспособность. Я радуюсь просто жизни, наконец-то я радуюсь жизни. Возвращаюсь туда, откуда, когда еще до болезни. И я хочу поблагодарить от всей души всех врачей, которые меня здесь лечили. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА